Это обзор финансовых рынков от Asyl Invest. С вами Каныш Абдрозаков. Здравствуйте! В понедельник основные американские индексы закрылись в положительной зоне, сильно не изменившись. Так как нефть продолжает ралли в девятую торговую сессию из десяти. Инвесторы оценивают геополитическое напряжение. Индекс S&P 500 прибавил 0,07% до отметки с 2357 к 4 часам времени Нью-Йорка. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 2 пункта до отметки в 20658. Технологический индекс NASDAQ вырос на 3 пункта. Семь из 11 секторов S&P 500 закрылись в положительной зоне на вчерашней торговой сессии. Среди лидеров роста были энергетический сектор, компании рынка недвижимости, потребительский сегмент, производители массовых товаров, промышленный сектор и предприятия коммунальных служб. Отрасли, которые показали наиболее негативную динамику в этот день, были телекоммуникационные и финансовые сектора, ценные бумаги здравоохранения и технологический сегмент. 32 из 34 акций энергетического сектора выросло в цене по причине ралли нефтяных котировок, которые растут пятую сессию подряд. 28 из 31 компаний рынка недвижимости закрылись в положительной зоне. Царевой сектор завершил торги нейтрально. Наиболее популярными акциями S&P 500 в понедельник были Bank of America, Whole Foods Market Incorporated и AMD. Сеть супермаркетов Whole Foods выросла наиболее сильно за последние два года, после того, как инвестиционная фирма Jano Partners выкупила часть из 8,3% акций компании Whole Foods и заявила, что они будут обсуждать с менеджментом компании о рассмотрении нестратегических альтернатив. Также предложили они продуктовой сети подумать о продаже своего бизнеса. Акции Whole Foods выросли на 10% на торгах в понедельник, до 34 долларов 17 центов за акцию. Наиболее сильно с ноября 2014 года. Сеть супермаркетов, которая была пионером в развитии натуральной пищевой продукции, борется с наихудшим падением продаж за более чем декаду. Шесть отчетных кварталов подряд снижение в продажах вынудило компанию закрыть некоторые магазины и урезать расходы. Котировки нефти торговались с повышением. Американский VTI повысился на 1,61%, остановившись на отметке в 52 доллара 24 цента за баррель нефти. А европейский бренд увеличился на 1,34%. Сегодня нефть торгуется нейтрально. Нефть растет по причине того, что ожидается снижение рекордных запасов нефти в США, Согласно прогнозов Bloomberg, перед выходом еженедельного отчета Управления энергетической информацией США. Фьючерсы на нефть выросли на 5,7% за последние 5 торговых сессий. Согласно прогнозов Bloomberg, запасы упали на 1,5 миллиона баррелей на прошлой неделе. Котировки золота повысились по итогам торгов на 0,02%, остановившись у отметки в 1254 доллара 70 центов за тройскую унцию. На данный момент драгоценный металл торгуется с повышением. Котировки красного металла в этот день снизились на 1,49%, остановившись на уровне в 5,747 долларов США за тонну меди на лондонской бирже металлов. На этом у меня все. Это был Каныш Абдрозаков и обзор финансовых рынков от Асселинвест. До скорых встреч и хороших вам сделок!